Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И сегодня обсуждаем мы такую непростую тему, как изъятие земель для государственных нужд. И говорим мы о присоединенных так называемых территориях, территориях Новой Москвы. Вопрос непростой, вопрос связан с принятием соответствующего законодательного акта федерального закона. И на эту тему мы сегодня разговариваем с Романовичем Александром, депутатом Государственной Думы от Московской области. Александр, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Александр, ну вот очень хотела начать с вопроса, который у меня в душе, наверное, и в голове имеет место быть. Хотела спросить, а зачем нужно было принимать отдельный закон? Ведь у нас существует тот же самый гражданский кодекс, который, в принципе, все эти процедуры имеет. Он уже соответствующие нормы, статьи, положения в своем составе содержит. И зачем нужно было дополнительно целый, причем очень объемный закон принимать? Ну, наверное, не принято в интервью отвечать вопросом на вопрос, но я не могу этого не сказать. Зачем надо было вообще присоединять эти территории к Москве? Вот в чем вопрос. Как только было принято решение о присоединении этих территорий к городу Москве, дальше начинается череда событий, или могут приниматься любые законы, которые, на мой взгляд, противоречат и Конституции, противоречат Гражданскому, Жилищному кодексу и так далее. Я позволю себе напомнить эту всю историю, которая произошла пару лет тому назад. Было принято решение об изменении границ Москвы и Московской области. Звучит как уточнение границ. Тут на метр вправо, здесь на метр влево. Ведь такие решения принимались неоднократно, но это было связано с тем, что необходимо было территории вдоль МКАД соответствующим образом узаконить их положение, и часть передавалась Москве, часть отходила Московской области. Но здесь два законодательных собрания, двух субъектов федерации проголосовали за изменение границ, то есть Мосгордума и Мособлдума проголосовали. Когда голосовали на Московской областной думе, я как раз там работал, был депутатом Московской областной думы, возглавлял фракцию «Справедливая Россия», и вот тогда мы, депутаты фракции «Справедливая Россия» и коммунисты, активно, я должен сказать, боролись против этого закона. Но мы считали это неправильным, антиконституционным, потому что, когда речь идет о присоединении больших территорий, этот вопрос, будем так, терриферендума, необходимо было спросить мнение жителей этих присоединяемых территорий. Как-никак 250-300 тысяч людей там проживает, это зарегистрированных. А если взять различные садоводческие товариства, которых там масса, то эта цифра увеличится, может быть, даже вдвое. То есть затрагиваются интересы более чем полумиллиона людей, и здесь просто так решением двух законодательных органов власти решать этот вопрос, ну, лукавство некое, понимаете, присоединение мы сегодня говорим, а тогда говорили о изменении границ. Вот, кто был инициатором, почему вдруг это произошло, почему два парламента, двух субъектов Федерации... Вообще-то впервые такое происходит в таком масштабе. В таком масштабе. Почему? Я этот вопрос задавал тогда, и я получил ответ, что было поручение президента Российской Федерации, в то время Дмитрия Анатольевича Медведева. Я попросил, покажите мне это поручение, ну, бумагу покажите, мне бумагу никто не показал. И так вот с этого все началось, и сегодня, получается, что Государственная Дума по инициативе депутатов, я позволю себе назвать фамилии, это депутаты Рейсин, Гончар, Швецова, Кожевникова, Жарков, вносят этот законопроект, который сегодня уже закон, и здесь, в соответствии с этим законом, у людей будут изымать, изымать якобы для государственных нужд. Аналогичные законы принимались два раза, если я не ошибаюсь, это было в отношении Сочи и в отношении восточных территорий, там, во Владивостоке, по-моему. Закон, который принимался для Сочи, ну, здесь можно как-то себе понять, потому что идет реализация огромного проекта, и здесь какие-то объяснения могут быть. Но закон по Сочи имеет срок до 2014 года, а закон по так называемой присоединенной к Москве территории срока не имеет. Дальше рассматриваем эту тему. Якобы было желание, чтобы на эти присоединенные территории переехали правительственные... Ну, тоже много обсуждалось. Много обсуждалось, значит, парламент туда, правительство туда, министерство туда. Почему я говорю якобы? Никто это не обсуждал до того, как территории были присоединены. А на сегодняшний день никто переезжать туда не будет. Ни правительство, ни Дума, и там никакого нового правительственного или парламентского центра не будет. Вот у меня сразу вопрос, Александр, очень хочется спросить. Смотрите, парламентского центра не будет? Не будет. Сочи, Олимпиаду мы на новых территориях Москвы не производим? Не производим. Вот, на мой взгляд, масштабы необходимости изъятия не оправдывают, субъективный взгляд, хочу этот вопрос тоже вам адресовать, не оправдывают применение такого объемного и бессрочного, как вы сейчас сказали, закона. Я понимаю Сочи, да, потому что это целый объект, ну, в общем, и целого масштаба государства. Здесь объяснимо. Вот здесь, на территориях Новой Москвы. Почему? Что собираются изымать вообще в таком количестве? Дело в том, что первоначально в законе говорилось о том, что, или в концепции закона, когда обсуждали, ну, будем говорить, на первых порах, говорили о том, что это для того, чтобы построить государственно необходимый важный объект, ну, там, например, инфраструктура, дорога, например, там, железная дорога, мост, автомобильная дорога. А потом получилось, что здесь объекты социального значения. Это, значит, можно школу строить, это можно строить магазины. Там мало территорий свободных на территории Новой Москвы, вот честно говоря. Это же раньше то, что мы говорили, загород, там очень много дачной застройки, особенно если немножко отойти от Москвы, ближайшего расстояния, где есть уже для постоянного проживания большое количество объектов индивидуального жилищного строительства. А если дальше, то это в основном дача, дача и сельхоз. Вы знаете, вот здесь просматривается одно, еще одно замечание, на коррупционность этот закон никто не проверял. На самом деле здесь просматривается совершенно четко коррупционная составляющая. Закон написан для чиновников и застройщиков. То есть чиновники сами будут решать, где и как изымать, а застройщики будут пользоваться этими решениями. Просто здесь видно невооруженным глазом. Принимается решение об изъятии какого-либо объекта. Ну, какие-либо объекты, там масса садовых товариществ, масса коттеджных поселков, масса других объектов недвижимости, которые можно изъять и на их месте построить высотку. Высотку, да. 17 этажей. Потом эту высотку реализовать за соответствующие суммы денег. Вот других мыслей не возникает. Ну вот смотрите, все равно у меня пока ответа на этот вопрос нет. И я понимаю, что мы еще все дружно будем этот закон применять. Он не просто, естественно, на бумаге останется. Еще будет большая волна применения этого закона и возможности применения закона. Я думаю, огромное количество судебных споров, которые еще неизвестно пока в какую плоскость, перейдут. Но вот в тот момент, когда этот закон в принципе обсуждался, когда обсуждалась возможность и необходимость его принятия, потому что я подчеркну, что Гражданский кодекс, в общем и целом, общее положение по возможности изъять земельных участков для государственных нужд содержит. И есть и процедуры, и никакой упрощенный порядок не требуется для этого. Можно взять, спокойно изъять, если действительно обоснованные решения необходимости в этих землях. Но кто-нибудь при принятии, при обсуждении вопроса о необходимости этого закона обсуждал, а что именно вообще собираются изымать? Ведь все-таки у нас присоединенные территории, насколько я помню, говорю по памяти, поправьте меня, более чем в два раза больше самой Москвы. Совершенно правильно. Это вы говорите истинную правду. Была присоединена территория к Москве, которая превышает ее настоящую территорию более чем в два раза. Больше того, при предварительных обсуждениях разговор шел о том, что изъятие будет, как я уже сказал, для государственных нужд. Но на самом деле потом получилось так, что может изыматься под средство и школы, и дома, и вместо дачного поселка можно будет построить коттеджный поселок дорогой. Это все возможно из текста этого закона. При обсуждении представителей Московской области, почему Московской области? Хоть эта территория присоединена к Москве, там остались избиратели, которые голосовали в том числе и за меня. Они там остались. Более того, они остались без депутатского обслуживания. У них нет сегодня ни депутата Государственной Думы, нет ни депутатов областной Думы, за которых они тоже голосовали. Значит, вот этот вот кусок выпадает в том числе и из вот этой вот работы, которая связана с ответственностью депутатов. Тех людей, которых выбирают. Да, тех, которых выбирают. Больше того, этих людей, которые там же, вот мы сказали, 250 тысяч человек, нет своих депутатов в выборном органе. Александр, я прошу прощения, я перебью буквально ненадолго. Нашим слушателям напомню, что мы обсуждаем закон, который регулирует изъятие земель на территориях Новой Москвы. Вернемся через две минуты. Итак, мы продолжаем формулу права в эфире на Финам.фм. Мы обсуждаем сегодня тему, которая связана с законом федеральным, который сейчас уже не законопроект, а именно закон, и который предусматривает упрощенную процедуру, возможность в упрощенном порядке изъять земли для государственных нужд на территориях так называемой Новой Москвы. У меня в гостях Романович Александр, депутат Государственной Думы от Московской области. И мы как раз перед новостями обсуждали, Александр, что те люди, которые остались проживать на присоединенных территориях, некогда бывшие Московской области, сейчас они уже Москва, помимо многих сложностей, я думаю, что и плюсов в какой-то части, и минусов. Но, тем не менее, они остались без, по сути, депутатов, которых они выбирали, которым могли обратиться с какими-то своими вопросами. Да, действительно. И это тоже нарушение закона. И это тоже, значит, тогда в этом случае необходимо проводить дополнительные выборы депутатов Московской городской думы. Не может быть так, что... Если к вам сегодня придет, вот депутат от Московской области, к вам придет человек, москвич, ныне москвич, но некогда тот, кто жил в области на этой самой присоединенной территории. Ну, вы знаете, ко мне приходят на прием... Из других регионов, да? И здесь вопрос не в том, что человек на той территории, которая за меня голосовала, или на другой. Мы стараемся помогать, и если есть нарушение закона, если есть неисполнение каких-либо законов по отношению людей, мы этот вопрос все равно будем поднимать и решать. У нас существует практика, например, во фракции «Справедливая Россия». Если я не могу по какой-либо причине оказать содействие или восстановить законность по отношению к какому-либо из наших избирателей, я передаю своему коллеге из того региона, в котором этот человек проживает. У нас очень хорошее отношение с депутатами от Москвы. Кстати, самый большой специалист в области и земельных отношений, и жилищно-коммунального хозяйства Галина Петровна Хованская, она депутат, избрана от Москвы. И вот мы были с ней одними из самых больших критиков и продолжаем оставаться большими критиками всего, что написано в этом законе. Потому что понимаем, что за этим стоит. За этим прежде всего стоит нарушение базовых законов Российской Федерации. Вот в чем проблема. Значит, нарушается 35-я статья Конституции, нарушаются жилищные, градостроительные, земельные кодексы. Понимаете, это серьезно. Получается так, что вот эти вот кодексы жилищные, градостроительные, земельные должны быть приспособлены под федеральный закон или изменены. Потому что есть противоречия между ними. Я сейчас не буду говорить в деталях, какие противоречия. Но когда вы задавали вопрос, перейдем к какому-то конкретному участку, конкретному делу, это все возникнет в суде. Это все возникнет вот в этом противоборстве сторон. И вот здесь вот начнутся проблемы и человеческие, и, я не знаю, и со здоровьем у людей. А не получится такое, как, к сожалению, иногда бывает в практике. Практику я в широком смысле слова беру в данной ситуации, потому что когда есть определенное направление, определенная однородная, скажем так, группа дел, то суды нередко эту однородную группу дел одинаково и решают. Причем известно очень много случаев, я сейчас не про конкретное изъятие земель говорю, а про разные отрасли права, когда практика, может, 10 лет была одна, а потом вдруг одного вышло разъяснение, постановление пленума или что-либо еще, Верховного суда, и она меняется кардинально, вообще в обратную сторону поворачивает. То есть 10 лет людей судили по одному, закон не менялся, стали судить по-другому. Вот не получится ли у нас в данной ситуации, что когда эти дела перейдут в плоскость каждого конкретного участка, который будут в соответствии с этим законом изымать уже у конкретного человека с именем, фамилией, с семьей, вероятно, и его какими-то жизненными потребностями, что и суды достаточной защиты этим людям, несмотря на такой обширный закон, мне кажется, что этот обширный закон не людей защищает, а предоставляет просто сразу технологию и способ, как у них быстро упрощенном, как говорится, порядке все это дело изъять. Не для людей он в данной ситуации, мое субъективное мнение. Но и суды в итоге, даже если это будет выходить в судебную плоскость, не предоставят людям достаточной защиты. А дальше только если в европейский суд жаловаться, единицы дойдут, и еще из них совсем единицы смогут жалобу правильно составить. Наш опыт, практика наша с вами, о которой вы говорите, о которой я много знаю, говорит о том, что будет решаться в пользу, я еще раз подчеркиваю, в пользу решения чиновников. Это однозначно, другого быть не может, и тому масса примеров. Дело в том, что ведь закон принят, но под этот закон, по идее, должен был бы быть план развития вот этой большой Москвы. Я только что, Александр, мы с вами беседуем, а я делаю себе какие-то заметки, что спросить. И написал себе план градостроительный, чтобы спросить у вас. Значит, план градостроительный должен быть только в 2014 году. А изымать можно уже сейчас закон. Вы понимаете, вот нонсенс, логика же должна быть. Сначала мы чего-то планируем, потом мы документы эти готовим, а потом мы принимаем какое-то решение. Ну, это логика. Дети даже так поступают. А мы сначала, значит, все отрежем, а потом начинаем думать, что мы отрезали и что мы сделали. То есть за этот год, который до градостроительного нового плана, можно пока им теоретически воспользоваться, чтобы изъять то, что нужно, за тем, зачем нужно. Я уже даже не знаю, как это озвучить. Или как? Дело в том, что вот этот план, который должен быть составлен, его будет составлять мэрия Москвы. Понятно, да? И мэрия Москвы будет решать, что ей нужно, а что ей не нужно. Больше того, я думаю, что этот план не будет обсуждаться с депутатами Московской городской думы. Практика такая существует в Москве. Я не депутат Московской городской думы, но представляю, что, значит, депутаты Московской городской думы на эти решения не оказывают никакого влияния. И получится то, что у нас получалось в Москве. И точная застройка. Никто не учитывает мнение жителей, которые там находятся. Никто не учитывает состояние дорожной сети. Никто не рассчитывает состояние других объектов инфраструктуры. И, значит, получается то, что получается в Москве. В Москве получается коллапс, когда, значит, количество жителей не соответствует количеству дорог, а количество метров не соответствует... Школы, детских садов, поликлиник. Да, и начинается вот это вот все. Нельзя проехать, нельзя пройти. Сбербанк, не зайдешь там очередь на два часа. И так далее. Пошло, пошло. Значит, мы создаем проблемы людям. Вот в чем самое главное. Людям, которые там живут. Вот в чем проблема. В угоду. У меня нет другого. Я назвал это в угоду чиновникам. Еще раз повторю, фамилии депутатов, которые внесли этот законопроект. Это Ресин, Швецова, Волков, Гончар, Долгих, Кожевникова и Жарков. И фракция Единой России и ЛДПР, которые за него проголосовали. Коммунисты и Справедливая Россия голосовали против принятия этого закона. Вот смотрите, Александр, у меня еще, соответственно, вопрос такой. Изначально, внешне, по крайней мере, выглядело так, что в Москве строить уже негде. А нуждающихся в улучшении жилищных условий вроде бы как у нас много. И действительно, этих людей огромное количество. Но нового жилья фактически уже практически нет. Сейчас предоставляется, насколько я знаю, очень мало жилья. Вот даже тем категориям, которым вне очереди должны предоставить. У нас сейчас есть огромнейшая территория. Тоже Москва. Огромная территория. И далеко не вся она занята, эта территория. Для того, чтобы говорить о том, что обязательно нужно снести какой-то коттеджный поселок, или дачный поселок, или просто чью-то деревню, маленькую бывшую деревню, теперь тоже Москву, для того, чтобы построить какие-то многоэтажки. То есть, по идее, идея-то хорошая. Потому что на присоединенной территории можно было бы вести то же самое строительство для того, что, опять же, помимо коммерческих каких-то вопросов, которые, естественно, там есть, но удовлетворялись нужды людей, которые нуждаются, извиняюсь, за тавтологию в улучшении жилищных условий. Теперь у нас получается так, что одной рукой мы даем, другой забираем. Потому что для того, чтобы построить многоквартирный дом, нам нужны уже, в общем, проложенные коммуникации. Это дорого тащить за 2 километра, например, какую-то линию? Проще поставить там, где она уже есть, или как? Вы знаете, у меня нет ответов на ваши многочисленные вопросы, потому что мне кажется, что это никоим образом не повлияет на то состояние с очередями людей, которые, значит, десятилетиями стоят на получение социального жилья. Я вам могу привести примеры по Московской области. К сожалению, я не работаю по Москве, не знаю, какое состояние с социальным жильем, какие очереди, но я вам могу сказать, что какие очереди в районах Московской области. Вот там приведу Каширу, недавно у меня было посещение Каширы, и я был в одном общежитии, где многодетная семья живет, у них трое детей, они ожидают четвертого, живут там в 12-метровой комнате и так далее, и так далее. Я спросил, вы на очереди стоите, они говорят, да, стою какая-то. Сколько лет? 30 дней, она 39-й все, а как очередь движется? Ну, там, 2-3 человека в год, то есть им еще 10-12 лет как минимум стоять. Так вот, и подобная ситуация во многих районах Московской области. То есть мы, получается, не задумываемся о тех людях, которые сегодня живут в Московской области. Значит, мы подобными присоединениями решаем непонятные для кого вопросы. У меня еще такой вопрос, хотя у меня вопросов, по-моему, миллион, наверное, я думаю. Но один из них следующего рода. Вот мы говорим, обсуждая этот закон, Александр, мы говорим об упрощенном порядке. Все упрощенно, упрощенно. А в чем он упрощен? В нашем слушателе. Значит, упрощенном, во-первых, сроки. В гражданском кодексе у нас одни сроки, там, полтора года, если не ошибаюсь. А здесь пять месяцев. То есть там, понимаете, даже вот... Ускоренный, можно его назвать. Ускоренный. Вот смотрите, люди живут вот в этих вот, ну, не живут, а на лето приезжают в свои садоводческие товарищества, да, которые находятся на этой территории. Значит, он уехал оттуда в сентябре и на майские праздники приедет, да? За эти пять месяцев... Он домик уже не найдет. Он не найдет домик. Ну, вы понимаете, ведь нужен же любой законодательный акт, который собираются принимать, который принимают, голосуют за него. Ну, вот я к коллегам обращался, ну, вы подумайте о такой ситуации. Ну, вот в эту ситуацию попадут многие люди. И закон будет не на их стороне, он будет на стороне чиновников, который это устроил. И ведь эта же ситуация, она понятна. Люди так живут. Вот сейчас майские праздники начнутся и потянутся, значит, цугом люди на свои участки, правильно, в мае. Раньше туда невозможно прийти, потому что там снег. Не пройти. Ну, это понятно, да. Понимаете, да? Вот смотрите, октябрь, ноябрь. Потом туда детки поедут на все лето. Декабрь, январь, февраль. Вот в ноябре начали, в марте закончили. Буквально две минуты, мы выслушаем новости, вернемся в эфир. Мы продолжаем обсуждать вопросы о возможном изъятии земель и соответствующий закон, который сейчас принят в так называемых присоединенных к Москве территориях, территориях Новой Москвы. Этот вопрос мы обсуждаем с Александром Романовичем, депутатом Госдумы от Московской области. Вот, Александр, мы обсуждали такую коллизионную ситуацию, которая, тем не менее, в соответствии с этим законом, теоретически может произойти. Когда человек летом был, провел на даче, осенью, соответственно, уехал, зиму дачу не посещал, весной ее не нашел. Вот как это предусматривает? Какова вообще процедура в принципе? Обязательно ли судебная процедура? Или это просто административные акты, которые позволяют все это сделать? Ну, я, к сожалению, не могу вам сказать, как будет это происходить все, но в соответствии с законом предписано решение суда. Но ведь мы понимаем, какое решение будет, если пять месяцев по закону, если вот не явился человек в суд, ну и примут решение. То есть, во-первых, нашим слушателям, я думаю, нужно первый дать совет, самый главный, по месту вашей регистрации, уважаемые слушатели, проверяйте почту, да, если уж так. Потому что не получил письмо один раз, считаешься надлежащей уведомленной, второй раз уже вынесли решение суда. Вы знаете, вот у меня вчера, буквально вчера состоялся разговор один, одна из наших сотрудниц, которые работают в Государственной Думе, она мне задала примерно такой же вопрос, а вот что делать? У нее как раз участок, вот это садовое товарищество на присоединенной территории. И вот они сегодня уже начали объединяться, они создают общественную организацию вот этих вот товариществ, они инициативные группы, то есть они сегодня уже начали... Борьба начинается. Борьба начинается, и они правильно поступают, они объединяются, потому что по одному выиграть это сражение будет невозможно. А таких людей окажется много. Вот мы говорили о том, что на присоединенной территории, значит, 250 тысяч проживает, то есть прописано... Это бездач. Это бездач. Без тех, кто там редко бывает. Да, но пускай, допустим, это затронет там 5-10% из этого, но это же 5-10% это получается огромное количество людей, огромное, огромное количество дел в судах, которые будут. И вот это все будет в ускоренном порядке происходить, и вот к этому придем. Поэтому я думаю, что тем людям, которые проживают на вот этих присоединенных территориях и которые чувствуют какое-то вот приближение некой опасности, необходимо объединяться, создавать, ну, будем так говорить, инициативные группы, которые бы могли представлять их интересы, в том числе и в органах власти. А вот у меня еще такой вопрос, Александр. Смотрите, когда происходит изъятие земельного участка, если расположена недвижимость на этом земельном участке, соответственно, недвижимости, человеку должна быть произведена компенсация, да, и для того, чтобы она была произведена, она должна быть произведена по рыночной цене, и, соответственно, с этим законом вроде бы провозглашается именно это, если я не ошибаюсь. Дальше, кто определяет эту рыночную цену? Ее реальное соответствие настоящей рыночной цене, то есть за сколько можно было бы это продать, а не государству, а вот в обычных условиях? И как будет происходить оценка, кто будет этой оценкой заниматься? Ну, по идее, этой оценкой будет заниматься мэрия. Сама? Или все-таки оценочная компания? Не, но, вероятно, мэрия будет привлекать оценщиков. На платной основе заинтересованных в длительном сотрудничестве с мэрией, да? Наверное, можно предположить, потому что я не знаю другого варианта, и оспорить назначенную стоимость можно только через суд. И заявление сегодня, вот некоторые чиновники заявляют, ну, мы же все по-честному будем делать, сколько стоит земля, значит, вот, например, будем владеть, но ведь никто не знает, сколько она стоит. Стоимость земли определяется даже не кадастром сегодня, да? Она определяется... Рынком. Рынком, да. Один продает, другой покупает, вот они между собой договариваются, да? Можно примерно представлять, но мы же знаем сегодня, как происходят сделки с землей. Эти сделки с землей, особенно на территории Московской области, они все коррупционные, они все серые, все серые, буквально. Вот, поэтому в этом случае будет еще, ну, как бы ухудшаться там, проблемы будут расти в геометрической прогрессии, будет одно на другое накладываться. Потом здесь получается еще такой, ведь это Московская область, это территория, на которой еще не у всех есть документы на ту землю, на которой они уже там давно живут. А если на земле есть, то дома, 90%, наверное, это я субъективно говорю, не зарегистрированы могут быть. Значит, получается, что если нет права устанавливающих документов... Что мы будем оценивать? Что мы будем оценивать, значит, просто будет считаться, что человек там прописан, и все, и больше ничего. То есть у него есть... Как неприватизированная квартира. Да, и, значит, у него будет возможность на получение возможности договора социального найма жилья в другом месте. То есть у него не будет времени для того, чтобы... Представляю, километраж, вот эту вот вытянутую уже территорию Москвы, представляю себе, что другое место где может оказаться. У него не будет времени за пять месяцев, за пять месяцев восстановить этот документ. Мы знаем, сколько нужно времени для того, чтобы заменить одно свидетельство. Сколько в Москве, в Московской области менялось вот этих, а то были синие, потом розовые, потом еще какие-то. И все это проходит через муниципальные органы власти. Это нужно пойти в архив. Архив какое-то время тебе отвечает. Иногда нужно просто пойти даже через суд оформить, между прочим. Просто человек этим не занимался. А срок-то всего пять месяцев. А вот давайте, Александр, мне просто для наших слушателей тоже хочется какие-то, помимо той информации, которую вы сейчас всем нам рассказываете, хочется какие-то рецепты дать. И в данной ситуации мне видится следующий рецепт, что если у человека имеется какое-либо имущество на территории Новой Москвы, раз мы обсуждаем именно этот закон сегодня, что если у вас не оформлены документы, то их в первую очередь надо оформить уже сегодня. Это то, что необходимо делать уже вчера было. То есть надо сегодня бежать и заниматься этим вопросом, оформлять, делать все в соответствии с законом, для того, чтобы защитить свое имущество, свою недвижимость, свои права. Необходимо иметь четко правильно оформленные документы, чтобы потом через суд у каждого, кого затронет этот закон, затронет это изъятие, были документы. Кстати, это не только касается жителей, будем так говорить, физических лиц, это также касается и юридических лиц, потому что большое количество земли находится в собственности или в аренде, или там другие есть формы, другие формы владения землей. Поэтому сегодня это нужно все приводить в порядок в соответствии с тем законодательством, которое есть, для того, чтобы потом защитить свои права. И нужно это делать достаточно быстро. Просто юридические лица все-таки чаще имеют более оформленные документы, чем физические лица. Потому что здесь у нас когда-то нашим родителям, дедушкам, бабушкам предоставляли земельные участки в садоводческих товариществах. Кто-то получил старенькое синенькое свидетельство, кто-то вообще ничего не получал. Несмотря на то, что уже очень долго все это происходит, те свидетельства, по-моему, в 1991-1992 год выдавали, совсем голубенькие такие. Но, тем не менее, я и сейчас сталкиваюсь постоянно с вопросами, когда у людей ничего не оформлено, никакого права на землю нет. А мы говорим не только о стоимости земли, а достаточно часто стоимость земли все-таки меньше, чем расположенное на этой земле недвижимое имущество. Это может быть нежилое, это может быть жилое недвижимое имущество, дачный участок или, в принципе, жилой дом. И здесь без оформления земли оформить не всегда, скажем так, возможно, дом. Там есть разные правовые ситуации, но все, нужно приводить в порядок. Мне кажется, это очень важный момент, который нашим слушателям нужно знать и помнить. Потому что, если уж этот закон принят, коснется человека, не коснется, мы все привыкли на русской ось, конечно, полагаться. Но мне кажется, что это не та ситуация, при которой стоило бы это делать. К сожалению, ситуация такова, что закон есть закон, он будет применяться, он будет исполняться. Другое дело то, что у депутатов остается возможность каким-то образом, какими-то поправками пытаться сгладить нежелательные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате его применения. Но это будет только попытка. Неизвестно, вернее, как, скорее всего, известно, что те депутаты, которые голосовали за этот закон, а их большинство в Государственной Думе, они не захотят что-либо здесь менять, если, может быть, не будет какой-то команды это сделать. Но на сегодняшний день приходится мириться с тем, что этот закон есть. Это же факт. Это факт, и его надо исполнять. Поэтому, значит, в соответствии с этим, все, кто проживает на этой территории... В разной группе риска, да, если так говорить? Ну, я не знаю, сейчас вам об этом говорить или оставить немножко на завершении нашей передачи. Там есть еще один очень такой момент, который был присоединен уже к этому закону в виде поправки. И этот закон, действия этого закона будут распространяться также и на территории, которые прилегают к присоединенным территориям. То есть он будет распространяться и на территории сегодняшней Московской области. Вообще фантастическая история. История фантастическая. Заключается она вот в чем. Значит, закон приняли. Значит, есть интересы и Московской области. Московская область сегодня, ну, власти Московской области говорят, мы ничего не можем делать, потому что мы не можем изымать. Ну, например, нам нужно строить дорогу. Ну, есть же гражданский кодекс. Ну, почему нельзя изымать? Ну, можно, просто долго. Просто долго, да. Нужно вот, потому что вот есть такая необходимость. И получается так, очень, вот, смотрите, вот по этому закону, который, вот, по этому закону, который есть, изымается некая территория для строительства дороги. Она изымается на присоединенной территории, ну, то есть в Москве. Ну, дорога-то идет дальше, ее надо продвигать и на ту, Московскую. Должен быть одинаковый порядок, одинаковый. Вот и получается. И как эта дорога куда пойдет? И как это будет? Будет так же, как на присоединенных территориях. Все равно я тогда... У меня вообще в голове, вы знаете, я вспоминаю, хотя это не юридический совершенно подход. У нас, когда давно-давно я училась в школе, я до сих пор помню учительницу математики, когда человек путался, она говорила, девочка или мальчик, соответственно, у тебя винегрет в голове. Вот я сейчас сижу и понимаю, что у меня винегрет в голове. А винегрет в голове почему? Потому что, если следовать этой логике, из Москвы дорога пошла в область, а из области, наверное, тоже куда-то дальше. Тогда в такой ситуации нужно было принимать закон для всей страны, не конкретно для той присоединенной территории, новой так называемой Москвы, а для всей страны, может быть, какие-то поправки в гражданский кодекс, если нужно было бы больше детализировать саму процедуру, потому что я напомню, что она существовала, уже существовала и до этого закона. Пожалуйста, можно было изымать. Но у нас получается, что вот здесь можно быстро, на соседней территории можно быстро, а дальше дорога у нас не пойдет, что ли? Или как? Если мы взяли дорогу в качестве примера. Мы с вами в ходе нашего разговора неоднократно приходим к мысли, что вот все вот это вот не нужно нормальным людям, а нужно людям, которые имеют какие-то интересы. Я просто и вас спрашиваю, почему? У меня, кстати, есть еще один вопрос, Александр. В свое время, в счету того, как приняли этот закон, когда он только был внесен, когда он проходил свои первые стадии, очень мало информации, в том числе в средствах массовой информации, по нему было. Вот когда его приняли, сейчас уже везде говорят о том, что есть такой закон и так далее. А тогда, вот я, например, для себя могу сказать, я, конечно, не могу похвалиться тем, что я абсолютно все СМИ изучаю и читаю, но я лично обнаружил, новости слушаю исправно, обнаружил этот закон на сайте Государственной Думы, прочитал его еще в тот момент, думаю, ничего себе, то есть для меня это новостью было, о нем не говорили. Вы знаете, я вот вынужден об этом говорить в вашей передаче. К сожалению, средства массовой информации, ну уж раз о депутатах плохо говорят, мы можем и покритиковать средства массовой информации. Вы знаете, вот такое впечатление, что сегодня только можно обсуждать, кто, сколько у кого домов, участков у депутатов или у чиновников. Вот это главная новость, которая там будет муссироваться там 2-3 месяца. За это время принимаются, принимаются вот такие законы. Те, кто понимает, что происходит, вот депутаты такие, как Хованская, ну будем говорить, ваш покорный слуга, они кричат об этом, они говорят, и потом вдруг доходят, а что же это произошло? А он уже принят. А он уже принят, он уже принят, про него проголосовали, положили. Я сегодня звоню в один из регионов своему коллеге депутату из областной Думы и спрашиваю, слушай, а вот там вот закон... Александр, я вынуждена вас прерывать, мы обязательно к этому вернемся. Две минуты на новости, возвращаемся в эфир. Обсуждаем сегодня вопрос изъятия земель и соответствующий федеральный закон, который принят на территориях Новой Москвы. Хотя, вот как мы выяснили уже с Александром, напомню, что в студии у меня Романович Александр, депутат Государственной Думы от Московской области. Вот мы с Александром уже выяснили, что не только на территориях Новой Москвы будет действовать, но и на прилегающих территориях. Достаточно широкое толкование и сфера применения этого закона. Я вас перебила в очень интересном месте посередине вашего рассказа, но вынуждена была. Давайте продолжим. Я говорил о средствах массовой информации, что за последние два месяца обсуждаются лично депутаты, обсуждаются кого как из Думы попросили, кто туда пришел, Совет Федерации. В общем, вот это все, все эти истории, они на первых страницах средств массовой информации, в новостях и так далее. В это время, вот это было в течение месяца, который прошел, принимается закон, который противоречит Конституции, Гражданскому кодексу, Жилищному кодексу, Земельному кодексу, который затрагивает интересы огромного количества жителей Московской области. Присоединенные, присоединенные, не присоединенные, неважно, затрагивает интересы. И на эту тему никто не откликается. Ну, вот как это может быть? Не знаю. Вот спасибо, спасибо. Вы сегодня эту тему поднимаете. Я и подняла тоже, потому что, читая сайт Государственной Думы, и в силу того, что я ведущая, всегда и в силу своей работы, я интересуюсь, что вообще сейчас рассматривается, обнаружил этот закон, еще до того, как он был принят тогда в первом чтении. Больше того, я сегодня звоню своему коллеге в Московскую область, в один из районов. Он депутат областной думы. У него очень смутное представление, что вы там напринимали. Он так говорит, ну вы же там приняли, да? То есть, даже люди... А исполнять-то вам. Даже люди, которые непосредственно этой темой будут заниматься в области, они плохо представляют. Даже, может быть, еще они не представляют, насколько все серьезно, то, что было принято, и насколько это будет серьезно в реализации. Это очень серьезный вопрос. И, допустим, такие проблемы, как... ну или случаи, которые были с товариществом Речник, Южная Бутова, они покажутся цветочками. Эксперты, те люди, которые разбираются в этих вопросах, они понимают, что это цветочки еще были в Южном Бутове или Речник. А таких Речников на присоединенных территориях очень много. Я хочу привести личный пример. Я живу в Московской области, под Апрелевкой. В Новой Москве? Нет. Я думал, что попадаю... Первоначально наша территория, это населенный пункт Селятина, должно было попасть в территорию Новой Москвы. Ну, какие-то, видно, там шли переговоры между противоборствующими структурами, значит, куда какую территорию отнести. И наша территория осталась в области. Но, как вам сказать, вот кончается территория нашего поселка, начинается поле. И в поле уже стоят столбы, которые, говорят, там, другие номера какие-то стоят. В общем, все, уже это Москва. И что там будет строиться, с нами никто не будет согласовывать. Никаких публичных слушаний, опять же, да? Что мы говорим? Нет, ничего не было. Это все было. Глуба согласовала. Да, что вы, что вы. Скажите, пожалуйста, у меня еще такой вопрос. А вот по Сочи договор, который, ой, договор, заговорился немножко, закон, который принимался там. Хотя мы понимаем, что там совершенно иная история, да, и причины. Но вот как все происходило в Сочи? Много ли было изъятий? Если у вас такая информация есть, конечно. Вы знаете, я должен откровенно сказать, я территорией Сочи не занимался. Ну, во-первых, это не моя территория, не по моей депутатской принадлежности. Вопросами Сочи у нас занимаются наши краснодарские коллеги. Они на эту тему могли бы много чего рассказать. Я не буду говорить, потому что я обладаю ни информацией, ни достаточной компетенцией по этому региону. А вот ваши прогнозы в отношении вот этого закона, который мы обсуждаем сегодня, почему спрашиваю? Потому что вы назвали достаточное количество крупных, мягко говоря, это я так мягко совсем говорю, земельный кодекс, градостроительный кодекс, гражданский кодекс, конституция, то есть нормативных актов, включая высший наш нормативный акт, которому противоречит принятый федеральный закон. Как вы думаете, вот будут ли какие-то к нему изменения, поправки, признания недействительными? Возможно, попадет ли на рассмотрение конституционного суда какая-то конкретная проблема по исполнению этого закона? Мне трудно предсказать последствия. Мне трудно предсказать последствия. Но мне кажется, вот такие истории, как Химкинский лес или что-то такое, покажутся, еще раз повторяю, или там вот Южная Бутова покажутся цветочками. Потому что так просто, ну как бы по накатанному, люди, живущие в Московской области, ну теперь уже в Москве, так просто свою собственность не отдадут. Поэтому возникнут ситуации и в правовом поле, возникнут ситуации в других взаимоотношениях людей и власти. А что касается изменений, ну я себе плохо представляю, наверное, что переписывать или не переписывать, значит, изменения в градостроительной. Ну это уже совсем будет тогда кодекс ради того, чтобы в Москве жилось лучше, чем другим. Я считаю, что это нарушение права людей. Нет, я говорю наоборот, о том, будут ли поправки изменений, точнее поправки, это уже неправильно называть, к закону в будущем, к этому закону в будущем. Я думаю, вы понимаете, может быть, в какой-то степени мой пример, который я сейчас приведу, не совсем соответствует данной ситуации. Но в свое время принимали 131 закон, это закон МСУ, местное самоуправление. Тоже очень было много дискуссий, понимали люди, которые живут на земле и которые связаны с муниципалитетами, с местным самоуправлением, что там, мягко говоря, не все правильно. И вот сколько лет прошло, он существует, но в него вносят поправки, а поправка за поправкой, пытаются его сделать лучше, правильнее. И вот эта история продолжается, мы в Московской области сегодня имеем и городские округа, и сельские поселения, и городские поселения, и муниципальные районы. А теперь эти территории, которые присоединили к Москве, там какая-то другая система организации местного самоуправления, потому что она в Москве была одна, на этих территориях была другая. Сейчас это как-то совмещается, женится одно с другим. И это вот все создает ситуацию, когда люди, будем говорить, живут вне правового поля. А как еще? Вне правового поля есть закон, а кодекс другой говорит. Вот я думаю, что будут вноситься... Сейчас, кстати, по поводу вне правового поля, извиняюсь, на секунду перебили. Люди, которые там зарегистрированы по месту жительства, многие окажутся зарегистрированы на несуществующих уже адресах и так далее. Потому что там масса моментов, в том числе даже с какими-то техническими моментами, когда будет совершенно другая структура адресов, нежели была в Московской области. Она будет в Москве. Все это... Такую путаницу может потом развить. И, кстати, возвращаясь к федеральному закону, который мы сегодня обсуждаем, в том числе и в адресах тех объектов, о которых будут, возможно, впереди споры. Ну, вы знаете, здесь и адреса, и кадастровые планы, и череда изменений, которые будут происходить. Да. И все вот это нужно сделать достаточно быстро, потому что я чувствую, что кто-то торопится. Кто-то торопится. Вот чувствую, вот, вы знаете, такое внутреннее чувство есть, что торопится, чтобы это сделать. Никаких государственных учреждений на этих территориях не будет. Я могу сказать, как член комиссии по строительству парламентского центра. Туда не будут переезжать ни Совет Федерации, ни Государственная Дума. Ну, и тем более правительство. Ну, это вот на сегодняшний день реальность. Поэтому еще раз обращаюсь к жителям, которые на этих территориях живут сегодня. Нужно все приводить в порядок. Документы, правоустанавливающие, и быть на чеку. Александр, у нас буквально осталось две минуты, а у меня вопрос все-таки крутится в голове по поводу градостроительного плана, который должен быть в 2014 году. Можно ли, во-первых, как-то, я даже не знаю, громко, наверное, будет сказано, влиять на процесс создания этого градостроительного плана? Я уже спросила вас про публичное слушание, услышала ваш ответ, что не нужно таких глупых вопросов задавать. Но, тем не менее, вот сейчас огромную территорию планируют. И, соответственно, на этой территории есть конкретные люди, которые там живут, возможно, или дачи, те же самые, имущества. Вот эти люди могут ли где-то ознакомиться вообще с тем, как идет процесс планировки? Не когда это будет уже совершившимся принятым фактом в 2014 году? И люди знают, ох, кажется, на месте моей дачи идет дорога, да, или что-то еще случилось. А, в принципе, как-то участвовать, пусть косвенно, или какой-то обратной связью в этом процессе, есть такая возможность у людей или нет? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Вот кто-то может подумать, вот сидит депутат, ничего не знает. Я не знаю, потому что не знаю... Потому что никто ничего не знает пока. Как будет этот вопрос решаться на присоединенных территориях? Я знаю, как решается вопрос с градостроительным планом на существующей сегодня территории. Этот план обсуждается. Есть публичные слушания, на которых представляется проект, где что будет построено. Дальше этот градостроительный план, допустим, какого-то населенного пункта, ну, допустим, там, Икши или какого-то другого поселения, представляется в соответствующую организацию архитектурную, областную. Там он тоже вот визуально проходит комиссия. То есть это процесс... Но только это за полтора года, по-моему, не сделать, да? Вот то, что вы называете сейчас. Но это, я вам говорю про Московскую область. То, что действует сейчас. Как будет на этих территориях, я не знаю. Александр, я просто хочу нашим слушателям назвать этот федеральный закон. У него сложное название, поэтому я в процессе передачи его не называла. Но, тем не менее, чтобы наши слушатели знали, о чем мы говорили. Федеральный закон об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации, городу федеральным значением Москве, территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Именно в связи с принятием этого закона мы сегодня с Романовичем Александром, депутатом Государственной Думы от Московской области, обсуждали эти вопросы. Нашим слушателям я хочу напомнить и сделать еще раз акцент, что если у вас есть имущество на присоединенных так называемых территориях Новой Москвы, обязательно выправляйте сейчас и оформляйте все документы, чтобы у вас все было на руках. Я напоминаю, что программа «Формула права» выходит в эфир каждый четверг с 11 до 12 часов. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Спасибо. Спасибо.